Родилась Елена Захаровна 22 февраля 1922 года в деревне Орлова Смолевического района Минской области. Во время Великой Отечественной воевала на территории Смоленщины, в районе Ельни и в Республике Беларусь. Была связной в партизанском отряде «Смерть фашизму». Вместе с ней Красной Армией помогал и ее несовершеннолетний брат Владимир, которому на тот момент не было и 17 лет. Награждена Орденом Отечественной войны второй степени и медалью Жукова. Поздравить ветерана пришли представители Совета ветеранов Десногорска, поисковики, руководитель комитета солдатских матерей и председатель соцзащиты города. Мы знаем ваши трудовые будни, военные будни. Вы у нас молодец, вы у нас хорошо выглядите. Здоровья вам, счастья, успехов. Ну это уже последнее время. Но вы очень наша такая бодрая, бодраящая. Мы вам всего желаем. И мы помните, говорили, что мы встретимся с вами еще даже на 100 лет. Вы нам обещали. В этот особенный день в первую очередь желали мира. Мира на всей земле. Чтобы страшные годы войны больше не повторились. И чтобы по всей планете люди, наконец, примирились и жили в гармонии. Мир – это значит, чтобы люди все жили благополучно. Чтобы радовались. Чтобы детей своих растили. Чтобы все по своей работе добивались успеха. Как же. Мир – это же основное у человека. Родные и близкие, безусловно, гордятся таким членом семьи. Для них их мама, бабушка и прабабушка – это настоящий герой, давший им возможность жить в мире без войны. Она все больше меня помнит. У нее лучше, чем у меня память. Она заботливая мама. Тяжелую жизнь прожила. Особенно в юные, молодые годы, когда была война. Когда в плену была. Да и потом возвратилась в сожженную Белоруссию. Уговариваю ее, чтобы она встречала гостей. Чтобы о ней память осталась в Десногорске. Ну, вообще, по жизни. Редкий случай иметь такую маму. Свидетелей той страшной войны остается все меньше. Еще меньше тех, кто защищал Родину на полях сражений или в партизанских отрядах. Наш долг – сохранить память о них в наших умах и сердцах. И самое главное – тот мир, за который они так сражались, не жалея своих жизней. Субтитры создавал DimaTorzok